Дворец спорта Виктория. Третья серия финального противостояния. Мешков Брест-Бескаминск. Дмитрий Набухов из Магирёв, Сергей Куликов из Минска на матче работают. И сегодня два инспектора Юрий Тереченков и Игорь Ютчинс. Начинает Брест с атаки. Заболотен в первых воротах. В розыгрыше Матияшевич 18-й. На левом полусреднем Шкуринский 9-й. На правом один из Степанович. На правом краю 24-й Баранов. На левом краю, соответственно, располагается 35-й Ярош и в линии 22-й Шума. С СК воротах начинает 46-й номер Егор Пигалёв. 27-й Кривенко, 47-й Белявский, 24-й Камышек, 2-й Кмельков. 78-й Ладудька. И на правом краю 44-й Равчинский, Держица Барона. Интересный фото Дмитрия Никуленко у рулевого СК. Соответственно, Дород Кокшаров тренирует пешком в Брест. Сейчас вот атака Бреста пройдет. Я скажу об изменениях в составах команды. Это очень важные моменты. Но Джилу нам показывают, да. Сегодня он не играет. Он был заявлен в предыдущую игру. Сегодня в ротации и потери мяча у Бреста. Во-первых, у Бреста возвращается состав Валентин Куран, который проходил реабилитацию после перелома руки. Вот как раз идет Джилу и состава выбивает. Ну, игроки разных отложил линейный Куран разыгрывающий. Тем не менее, тем не менее, как есть. Вот это одно изменение у Бреста в предыдущем матче. У СК сегодня третий голкипер. Добавляет сегодня Ковалев заявлен к Пигалеву и Колосу. Не играет сегодня, не заявлен Царев. Он был в заявку прошлого матча, но не выходил на паркет. Но проблема у СК при старой, да, давайте об этом скажем. Ну, напомню, что Данил Белый еще до старта серии финальный не мог играть за команду. Ну, а основное право полусреднее вот в этом сезоне. Станислав Шабельников травму получил в Брестском матче номер один у Бреста. Юрино пока не сможет помочь команде. Ну, и есть вариант ротации. Вот сегодня Джилу не играет, соответственно. Не играет египетский новичок Юсеф. Ну, и Усик вот автограф раздавал здесь перед матчем. Поднимают сюда руку. Сдержанная атака Бреста. Степанович. Практически без займена он играет. Шкуринский 1-0. Открывает Александр счет своим голом в этой игре. У Шкуринска пять мячей в первом матче, у четыре мяча во втором. Но вот тот четвертый очень важный мяч. Ну, не скажу, что под сирену, но за секунду до конца времени игры. Там успел Дмитрий Никуленков-Томаус взять, положить Т3 на судейский столик. Шкуринский, по сути, принес команде победу во втором матче. Что, кстати, СССР, нет ротации при переходной фазе. Играет Робчинский на полусреднем правом, Кмельков на левом. Ну, не совсем удобно, наверное, Робчинскому здесь играть. Белявский в рот, Камышек в линии, Кривенко и, соответственно, Ладудька закрывают края. Мельков. Один на один. Уверенно, уверенно забрасывает Дмитрий. Куда ли здесь выпрыгнуть? Видим, не вышел Степанович. Красавище. У Бреста традиционно замена, да, Лазович уходит обороняться. Подменяя одного из пары Шкуринский-Матияшевич. Ну, Лазович чисто так оборонится на игрок у Бреста. Шкуринский. Матияшевич. Шкуринский. Оборонная ска 6-0, но с формацией, да. То есть где-то подстраивается, уходит повыше под соперника Степанович мимо. И прыжок Пигалева, шикарный угол. Своих пород Степанович получил повреждение. Тут бы, судим, остановить игру. И свисток прозвучал, да. Ведь водил-то мяч из-за линии ворот от ворот водил Пигалев. Ну, и я вот коллегам подсказываю снова. Давайте частенько обращать внимание на тренера, судейский столик. Тут страсти поэпичнее, нежели на площадке. Вот сейчас Дмитрий Никуленко был недоволен тем, что игру судьи остановили. По его мнению, можно было продолжать. Видели вы в двух предыдущих противостояниях, как здесь экспрессивно. Оба тренера, и Кокшаров, и Никуленко иногда себя ведут. Ну, это тоже добавляет каких-то красок к игре. Что со Степановичем? Право полусредней команды. Вот тут проблемы могут быть. Смотрим еще раз. Вот Степанович выпрыгивает и... Ну, вроде приземляется нормально, но так ударяется головой. Поднимает Степановича. С помощью медиков он идет на лавку. Ну, и понятно, что вынужден пропустить будет три атаки, потому что медперсонал выходил на площадку. Будейко. Егор Будейко вместо него выходит. Но Будейко, знаете, он тоже такой скорее, да, мне кажется, крайний игрок больше, нежели полусредний. По своим габаритам все-таки невысок. Ну, для полусреднего. Но частенько играет на этой позиции. Ну, вот, да, три атаки показывает судья. Должен пропустить Степанович, если будет готов играть. Вот сейчас подошел один из инспекторов, сказал Акшарову, потому что вышла медбригада на площадку. Бельков, Робчинский, Белявский. Игра возобновилась. Бельков, Белявский. 2-1 СКА. Ни о чем не говорит в тот момент, что какая-то из команд убежит там на пять мячей, к примеру. Вот так Батияшевич вертушку исполнил. Помним первый матч Бресса, там на пять-шесть мячей Брест убежал, СКА догнал. В конце уступил. В Минском матче, наоборот, все было. Там Брест соперника догонял, догнал и выиграл. Ну, вот вопрос пока с финальным аккордом, да, пока вот один с матчей подряд во всех турнирах. Противоистание ССКА, аккорд остается за Брест. Как бы ни было печально команде из Минска. Неплохая поддержка здесь у обеих команд. Из Минска также болельщики приехали. Ну, в принципе, они на первый матч приезжали. Поддержка была хорошая, как и брестские болельщики. Потому что, а с три автобуса в Минск привозили поддержку из Бреста. Матияшевич, Будейко. В линию не проходит фас. Будейко классно сам идет. И две минуты зарабатывает. Для соперника Егор Будейко классно сыграл. Кривенко получает штраф. Хотя Кривенко так пессимистично к этому отнесся. Но судьи подсчитали, что... Вот смотрите, выходил на убойную позицию Будейко. И Кривенко откровенно держал соперника. Мешал ему совершать бросок. Первое удаление в этой игре. Итак, смотрим. Ну, что касается СК, здесь ничего не меняется. Просто Кривенко скучается из-за боролицы на костерке. Но вот Немко будет выходить на край. Так как Кривенко пока будет сидеть на минуту. Шкуринский. Шумак. Матияшевич. Шкуринский. Пока так пассивно атакует, я бы так сказал. Будейко полез. Уверенно реализовал Егор в свой момент. Только сейчас Будейко заиграет, что Фома Степановича не понадобится. Матияшевич меняет Муклазович. Немко пошел играть на левой крайне СК. Кривенко меняет Фигалева после Оротов СК. Пять минут позади. Плюс один у Бреста. Ну, по самом деле, впереди еще у команд, как вы знаете, финал четырех Кубка страны. Плюс, ну, в конце мая, финал четырех СССР Лиги здесь, в Бресте. Этот финал состоится. Причем соперники сыграют в первом полуфинале. По второму обе команды медведей. Первский и Чеховский, российский. А в другой полуфинале сыграют мешко Бреста СК. Такие российские полуфиналы белорусские. Ну, а уже, соответственно, там на третьем месте в финале уже будут играть команды из России Бреста точно. Семьметровый ворота Бреста назначается. Рапчинский пошел исполнять. Защита площади ворот от Баранова мы видим против Белявского. Итак, Рапчинский против Заполотин. Уверенно. Уверенно реализует Кирилл этот бросок. 3-3. Кстати, Рапчинский в первом матче он один мяч забросил. В втором тоже один мяч забросил. Ну, вот свою норму. Он в первом тех матче выполнил, но там он меньше играл, давайте честно. Там по худой игры появлялся. Здесь со стартов минут играет в составе команды Бреста Никуленко. 40 секунд, чтобы быть слово Бреста. Матияшевич. Баранов. Худейко. Шкуринский. Матияшевич. Баранов. Низом. Пегалево берет. Пегалево берет без нарушения. Шулович кричит. Отзывает вратаря быстрее. Немков запускает в атаку. 20 секунд до полного состава армейцев Минска. Немков. Мельков. Рапчинский. Белявский. Как вы знаете, их Мельков и Белявский покидают СКА. Уже официально известно, что Белявский в Загреб переходит по окончании сезона. Мельков в зенит вроде бы. Так что, ну, по сути, задняя линия нового будет армейцев. Это участь армейской команды. Постоянно так как будто бы, ну, не то чтобы с нуля. Ну, для взрослой команды, да, где-то с нуля. С фундамента строит новую команду на новый сезон. Растит СКА воспитанников, да. Ну, и, соответственно, дает им хорошую путевку в жизнь. Гандбольную я веду. Пигалев хорош. По ходу сезона выдернуло его Дмитрий Никуленков второй команды. И, по сути, ну, так Пигалев неплох наравне с Колосом Ковалев. В прошлом матче очень по отечественной Колосу. И к Пигалеву Никуленков подходил, обнимал, целовал. Ну, и внушал таким образом уверенность им в своих силах. Они тащили на игре. Девять метров. Пять передач показывают. И Матияшевич, и Никуленков. Удейка. Шкуринский. Шкуринский. Пигалев берет бросок. Не очень хороший Шкуринского получается. Белярский. Пильков. Быстро от Лецка. Пильков налево. Криверка. Отбыл две минуты и не переиграл. Заболотина, ну, оборона площади ворот и, соответственно, 7 метров. Напомню, сегодня арбитры Дмитрий Ромоков и Сергей Кулик. Итак, Храпчинский дуэль номер два. Но здесь Будейка зацепил соперника. Два из двух Храпчинского 7 метров. Два из двух Храпчинский. Два из двух Храпчинского ворот. За Брест наступает 3-4. Хотя большинство команды как Шарова играло. Но пока вот такое начало тяжелое для Бреща. Смотрю, Сильвисюк по барону СК пошел без стыка. Мышика уже потихоньку обновляет ряд Дмитрия Рекуленков. Остается Будейка на правом полусреднем. Да, в принципе, неплохо в игру вошел. Матияшевич для игрока. Ошибка в атаке от Матияшевича. Бельков. Белявский узбивает Лазович выйти. Обороняться, но там Сильвисюк и плюс два СК. Артем Сильвисюк, бывший Мишковец. На плюс два СК выводит. Белькова, Матияшевич, Шкуринский. Затык у Бреста. Затык у Бреста. Три-два вели. Минус три мяча вот за этот отрезок пропустили. В девять минут команды сыграли в первом тайме. Будейка, Шкуринский. Бросать не дают Будейка. Классно на Баранова. Баранов. Выше ворот Мак запускает мяч. Пикалев отметим, который вынудил соперника. Так, вроде. Бельков. Белявский. Крапчинский. Все, застопорили атаку соперника. Быстро у Мишковцы. Перепозиционное наступление, видимо, от Балестовска. Ну и, кстати, мы не видим обороны Никановича против Шкуринского. Помните, когда с участницей площадки выключал соперника Никановича. Он пока не играет. Матияшевича нет. На площадке не будет пока. Это 3-6. Мельков свой второй мяч оформляет. Это 3-6. И замена у розыгрыша Подшивалов у Бреста вместо Матияшевича. Минус 3. Врест наступает. Десятая минута завершается. Шкуринский. Подшивалов. Будейка. Баранов. Второй заход Баранова. Пигалев снова берет. Второй раз Баранов соперник наступает. Но там не попал здесь Пигалев. Анвил. Мельков. Желтая карточка. Ярошев. 35-му в Реста. Готовится Вергейчик выйти. Но у Баранова два броска неудач. Называется, что Логично, что Шаров менять собирается в этом плане. Плюс 3 у Скай атака. Мельков. Белявский. Мельков. Корчинский. Будет из Удельской рука. Долго Скай мяч передавал. Мельков идет на бросок. Ярошева встречаем. Двое количество передач нужно считать. Белявский. Топчинский. Топчинский. Белявский. 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 4-6. Там, кстати, вариант Сашкулинский тоже был. Итак, у Скай замены. Робчинский пошел отдыхать. Вместо него Ермаков. Вадим на 108-й. И вместо Белявского в розыгрыше Баранчик пошел 10-й номер играть. Мельков на позицию правую полусреднюю перемещает. Ермаков на позицию левую полусреднюю будет играть. Ладуська по-прежнему на правом краю. Как, впрочем, и приверка налево. Цельвисюк в линии. Цельвисюк поднимает тут же, судя, руки вверх. Очень долго Скай мяч контролирует. Не обозначая активность. Так, судя считает. Сразу же, буквально после нескольких передач поднимает руку вверх. Скай нужно цепляться за разницу. Цепляться обязательно нужно. Ермаков, Мельков, Мьезгол. Классный бросок. А Дмитрий третий гол, Дмитрия Хмелькова в матче. Из семикомандных трех Хмелькова. У Степановича заклимался на скромейке, но Будейко-то неплохо вошел. Поэтому обратную займину не делает, как Шаров, пока Будейко играет. Шкуринский, Будейко подшивал в задней линии пресса. Шумак, Ярыш и Баранов передние. Шувалов, Шкуринский. Есть свободная зона, 7 метров. Баранов пойдет исполнять. 7 метров бросок. Первый 7 метров ворота армейской команды. Два из двух у Рапчинского ворота Бреста. И вот первый семерик ворота СК. Баранов-Фигалев. Дуэль такая у нас наблюдается. Уверен, Макс Баранов без дерганий, без шараханий, без обману и движений переигрывает Фигалева. 5-7. Два минус у Бреста. Баранчик. Вот СК, знаете, вот в прошлых матчах финальных, я не буду брать остальные игры в сезоне, но было заметно, что не выдерживал весь матч. Потому что, как не крутим на скамейке, это помощнее у Бреста. И где-то не хватало сил лидера СК. Ярош перехватывает. Это две ярмаколы железные, да. Но тут, если это нарушение, то это две, без вопросов. Второй удар у него армейцев. Отзывает Камышко Шилович и... Вернее, Хмельков отживает. Камышко пошел в оборону играть. И 7 метров, да, решение, возможности забросить. Сразу ворота СК, и выходит Колос в ворота вместо Пигалева. Дюэль Колоса с Бараном мы увидим. Ну что, с Колосом справится Максим Баранов? С Пигалевым 7 метров справился. Вперед Колос! Колос классно вошел в предыдущую игру. Вот он так отбил 7 метровый, и Никуленко сказал, оставайся у ворота. Ну, сейчас, конечно, он меняется на 6-го полевого. Останется ли ворота вопрос? Считает Никуленко в игроках, чтобы смену не нарушить. Нет, пошел Колос на дальнюю часть лавки, так что Пигалев ворота вернется потом. Пока пустые. Белявский вернулся, Белявский, Баранчик, Мельков такая задняя линия, ну понятно, потому что Ермаков-то две получил, как он может играть. Белявский, Баранчик на игрока, на игрока классно там сгруппировались два Мешковца. Это был Будейко, это был Баранов, и подставились под соперника. Подшивалов. 5-7. Шкуринский. Пробежка. Пробежка у российского легенера за БГК. И, кстати, вот могли, да, уже и сократить, и сравнять счет Брещенец. Семерик Баранов реализовал бы, да, у Баранов сегодня, кажется, уже 4 промаха после 8 бросков. После скольки? После 6 бросков, собственно, бывает. Но это много. Никанович пошел играть на позицию какого? Право-полусредний. Ничего себе, это выход интересный. Никанович, Белявский и Баранчик задняя линия. Два профильных разыгрывающих, плюс крайний игрок у Никуленкова. Кривенко в линию ушел. Семерик Белявский, Баранчик. Никанович слева заходит, бросает, отбивает за болотин, ошибается Шумак. Но это еще две минуты. Это еще две минуты для Никановича. Только вышел, сразу присел. И, конечно, пустые ворота были у СКА. И Шумак отдавал на пустые ворота передачу. Третье удаление у армейцев. И 24 секунды минус 2 игрока, не конфликт. Вот из-за спины, там из-за руки. Мешал Шумаку Никанович мяч вводить в игру. Баранова поменял, как Шарова. Баранов не задалось сегодня. Вергеечек пошел. На правого края Бреста играет. Потому что два плюс игрока надо забрасывать быстрый мяч. 15 секунд до окончания штрафа Ермаков. Гол. Подшивалов. Удейка. Вергеечек. Есть гол. Первый выход Вергеечка. Первое касание. Первый гол. По рукам Фигалевич прошел. Потому что все, уже пять полевых есть. Меняется Фигалев на шестого. Пустые ворота. И полторы минуты до окончания штрафа Никановича. Ладудька. Баранчик. Останавливали, судя, время. Нужно там привести в порядок покрытие. Вот здесь, да. Ермаков возвращается на позицию правого полусреднего. После того, как две минуты отсидел на лавке. Ермаков, паранчик Беляцкий. Сельвесюк. Ладудька. Креветка такая шестерковская. Да. 6-7 счет, да. Вот тут табло 7-7 загорелось. Думаю, откуда седьмой появился. Вернули шестерку. Баранчик бросается. Болосе на месте. Но полтолчок. Где-то там пальчик нажался у человека, который занимается, да. Сменной цифрой. Беляцкий. Таймаут берет Никуленко. Таймаут берет Никуленко. Ну, надо комбинацию здесь. Но тут, я так сказать, показывает, ну, ребята, ну, медленно реагируете. Итак, послушаем. Левого ска. Левого ска. И вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Левого ска. Ты получаешь мяч, отдаешь сюда Игорю, ты ебываешь сразу играть, ты один-один. Если он стоит, то сети пошел, понял? Давай, давай, давай! ГО! ГО! Кубрецкий цимонат оказался более, так сказать, продаженнее, нежели Минский. Это брал Николенков. Этому комбинацию предложил своей команде. Итак, смотрим, что там разыграют армейцы. Они ведут один мяч, 18-ая минута. С первого тайма еще 53 секунды отдыхать Никановичу. Но пока настроение у Минской публики хорошее. Как команда ведет, пока все неплохо. Белявский, Баранчик, Ермаков. Поднятая судейская рука. Белявский. Пошла комбинация Никуленкова. Ермаков. Ох ты, как обошел-то. Классно Шумаканова за болотин. Шикарно играет. В воротах. Не пробил сейчас Ермаков за болотину. А вообще обошел классно. Подшивалов. Шкуринский. Подшивалов. Минск. Минск отдохнул. Пора возвращать свою игру Хминькова. Три мяча из семи командок на счету Хминькова. Шкуринский. Будейко. Подшивалов. Ничья 7-7. Александр Подшивалов. Подшивалов. Белявский. Минск на площадке. Последний секунд удалил Никанович. Ну и Пигалев может уже идти в ворота. Уже полный состав у армейцев. Итак, Баранчик, Минск. Минск. Белявский за одни линии армейцев. Кривенко вышел из линии. Минск. Белявский. Белявский. Неудобно там Сельвесику завершать. Комбинацию. Будейко так по-братски его обнимает. Уж одноклубник по-бресту. Белявский. Но такие не берутся. Такие, братки, конечно, не берутся. Второй гол Игорь в этом матче. Сопора просто пульнул девятку. Шкуринского держит. Держит его плотно ладонька. 9 метров. Ска ведет один мяч. Игорь в этом матче. Игорь в этом матче. Белявский. Солстый. Белявский. Шкуринский. Будейко. Сам посказнулся. Да нет. Прихватил Хмельков. Показывают судьи. Ну, не по своей инициативе, так сказать, Будейко упал, да? Где-то его заставил упасть соперник. Снова протирать покрытие просят судьи. Парни. Теперь Коноплев, да. Но тут с федерацией, естественно, все начальники. Матч-то может быть решающий. Поэтому председатель федерации гонбола присутствует на игре. Ну, может быть, и так. Даже если бы не был решающий матч, может быть, он приехал посмотреть за игрой лучших двух мужских команд стран. И поднята всю детскую руку. Подшивалов. Шкуринский. И берет Пигалев этот бросок. Как он Шкуринский узнает, вот такие бросовые позиции самые выгодные, я бы сказал. Белявский полез. 9 метров дают судьи. Мельков. Баранчик. Мельков. Белявский. Готовится Гарбус у Бреста. Ну, кстати, Гарбус очень здорово вышел в Минском матче. Заболотин не берет. Кривенка снова на плюс 2 у Владиска. Второй гол у Владислава Кривенко. Первый гол вернее будет у Владислава Кривенко. Первый. Трюк Мелькова. Два у Белявского. Это пять. Потеря в атаке у Бреста. Кривенко. И успел Вергетчик вернуться. По разу Кривенко, Сельвесюк. И дважды Рапчинский забросил. Это вот СКА голова. Обидно для СКА, да. Но тут Шилович чуть не активно возмущался. Вот именно действию Кривенко. Он считал, что мог Кривенко и не выбрасывать мяч. Но партнера мог сами его оставить в игре. И сохранить. А так Вергетчик перехватил к передаче. Шкуринский. Подшивалов. Шкуринский. Будейка. Подшивалов. Шкуринский. Будейка. Влетает буквально. Семь метров зарабатывает. Кривенко. О-о-о-о-о-о-о. Какие страсти. По две можно дать обоим на самом деле. Но Кривенко там пятой точке мешал Будейка. Будейка уже взлетал. Запал такой приличный Будейка. Баранов предыдущий Семирик не реализовал. Что на этот раз? Колос ворота возвращает сейчас УСКА. Именно он отбил бросок Баранова. И кто исполнять будет у Бреста. Семь метровый. Пошел Куран. Первый выход Курана. На площадку аплодисменты от брестской публики. Вы слышите, наверное. Восстанавливался Владислав Куран после перелома руки. Восстановился. Сегодня в заявке пошел исполнять Семирик. Итак, Валентин Куран у мяча. Валентин Куран и переигрывает Колоса. Ну что ж, починуем Валентин. После травмы. Пять раз Колос не справляется. Один плюс УСКА. Белявский. Баранчик. Белявский. Мельков. Снежная атака армейцам. Немного мячей в первой половине. Хотя еще, в принципе, играть. 80 большим минут. Белявский в линию. Не проходит на Семисюка. Передача в Рест в антратаке. Шкуринский. Ярош. Ярош. Ничья. 9-9. Первый гол Яроша в этой игре. Белявский. 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 Нельзя с Ка. Много ошибаться не дадут соперники возможности. Много ошибаться. Заболотин. Верет бросок Ладуцкий. Брест на плюс один может выйти, если забросит в этой атаке. Куран уже в розыгрыше, видимо. Куран уже в игре. Подшивалов на скамейке. Куран, Будейко, Шкуринский, Шумак, Ярош и Виргич. Какая-то серка Бреста. И на Брест. Прошу, что я прошу, какого-то друга. Будейко. Куран. Куран. Курану форму набрать надо, конечно, да. Подкуп от Беларуси под финал четырех. Под финал четырех Сахар Лиги. Еще четвертое удаление у Минчан. Ни одного удаления у Бреста в этом матче. Четвертое удаление у СКА. Мелькова две давят, судя, да. Мельков, Никанович, Кривенко, Ермаков. Вот эти четыре удаления у армейцев в первом тайме. Андреев пошел в линию играть. Вместо Шумака у Бреста. Свежелинейные. Итак, большинство у Брестской команды. 23 минут первого тайма. 9-9. Куран. Андреев. Куран. Будейко. Неудобный по Свергейчику. Но бросок не задержит такой передачи. Куран. Обход. Бросок с игры. Пелый угол Валентина. И сразу его прилетает. Две минуты Камышка, похоже. Попал по лицу там. Смотреть судей будут. Я поторопился, но судей будет смотреть. Камышек попал по лицу Курану, как по мне вопрос. Там медиков вызывают на паркет. Пошли судей смотреть этот эпизод. Давайте мы посмотрим. Ну, как по мне, нет тут ничего такого. Ну, Камышек не бил по лицу соперника. Он просто руку выставлял. И на эту руку Куран упал, потому что, ну, он падал. Неужели судей 2 найдут здесь минуту? Даю 2 Камышеку. Не, ну я сейчас за Камышеку. Вот серьезно. Смотрите, по сравнению, виднее, конечно, спорить не буду. Но как по мне показалось, просто руку выставлял Дмитрий Камышек в сторону. Он не бил по лицу Курана. Попал, да, вопрос, нет. Пятый удален в первом тайме для СКА. И снова плюс 2 игрока, причем минут 35. Ну, сейчас вот за это время могут себе создать хороший задел игроки Бреста. Итак, плюс 1 у них, и пятером атакуют армейцы без галкипера Кривенко. Рапчинский возвращается, Баранчик, Белябский, Ладуцкая. Такая пятерка у армейцев. Баранчик, Рапчинский. Не дает Рапчинску выйти на бросковую позицию. Но там долго атаковать не дадут, судя. Сейчас будет поднимать руку. Белябский, Баранчик, Рапчинский. Белябский, Перекладина. Перекладина цепляет мяч, улетает в сетку заградительную. За воротами заболоть. Случа 6 на 4. Надо Бресту быстро только проводить, забрасывать. Пока такой перевес. Комфортный. Гарбус на площадке на позиции левого полусреднего. Подшивалов, Будейка. В точности прилетела у Вергеечек, уверена. Заступ фиксирует судья у Вергеечка. Мяч не засчитывается. 23 секунды до выхода первого полевого из двух удаленных. Например, что Хмельков и Камышев слопотали штрафы у СКА. 25-й минуту. Но Брест этим вообще не пользуется, кстати. Вообще Брест не пользуется. Заметьте, да? Рапчинский. Потеря. Но подает мяч в ногу Ярошу, показывает судья. Поэтому мяч у СКА останется. Один игрок на площадке из двух удаленных. Сильвитюк пошел в линию. Уже легче. Ну и тут 15 секунд до второго. Закончание второго штрафа. Белявский. Замболотин берет. Между ног мяч, что мог прошмыгнуть. Вылавливает Ярош. Пустые забрасывают. Пас Замболотина хорош. Плюс два у Бреста. 11-9. И полный состав УСКА наконец-то. Пять минут до конца первого тайма остается играть. Пять удалений у армейцев. В первой половине матча. Два семеряка они исполняли удачно дважды Рапчинские. Три семеряка исполняли Брещане. Здесь два из трех реализованы. Баранов забросил и забросил. Куран забросил. Куран, понятно, на лавке. Он должен три атаки пропускать, так как медики тоже появлялись на паркете. Ну и здесь урушение на игрока фиксирует судья Откривенко. Гарбус посмотрел на табло и немножко замедлил атаку своей команды. Гарбус подшивал в Будейко задней линии Бреста. И тайм-аут Эдуарда Кокшарова. Гарбус подшивал в Бреста. Не забудь! Да, да, я знаю. Вот и не спеши, если у него хороший край, не спеши принять, чтобы зону вам не придет. Давай, 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 давай! Вперед! 4.21 осталось играть с командой в этом тайме. Два мяча перевеса Бреста. Их атака. Ну, можно нарастить до трех для начала. Два мяча перевеса Бреста. Они, по сути, работали. Вот то, что мы наиграем, как он говорил в тайм-ауте. Гарбус! Ура! Оттуда сложно забить, но там и нарушение правил есть. Дает судья 9 метров. Андреев будет разыгрывать мяч с партнером. Удейка. Уран. Удейка берет Пигалев этот бросок. Под дальнюю штангу мяч шел. Скафом в атаке. Кривенко. Есть гол от Кривенко. И сейчас не сработало тут шару. Второй гол Кривенко. Три минуты с небольшим до конца первого тайма. 11-10 напряженнейший первый тайм. Ну, вот 14-10, 16-11. Такие счета были в двух предыдущих матчах после первых таймеров. Этот наиболее напряженный. Кривенко бросает из-за боковой. Хмелькову неудобно. Так Ярош зажал мяч. Вот и тут выдает Никуленков Кривенко несколько рекомендаций. Ну, вроде бы нормально. Все, обнялись. Игра продолжается. Да ничего, СКА заходит на трассу. Мельков, Баранчик, Белявский. Девять метров. Белявский. Мельков. Баранчик. Белявский. Блок Брестский. Мимо блоку, но и мимо ворот бросает Белявский. Гарбус. Куран Гарбус. Странный пас Гарбуза на Андреева. Торопился. Я так понимаю, сейчас Глеб зачем-то отдавал эту передачу непонятную. Очень рискованную. Кривенко и Будейко. Девять метров до линии. Площадь и ворот нарушает правила по линии судей. Четвертый номер Бреста. Дмитрий Николайков с этим явно не согласен. Он ждал 7-метрового броска для своей команды. Белявский. Дрогашевич снимает тренировочную майку. Тут осталось полтора минуты в этом тайме. Сильвисюк, Баранчик, Бельков. Куран перехватывает. Убегает Ярош. На третий гол заходит. И есть. Требетка Яроша. Третий гол Яроша. Третий гол Яроша. Третий гол Яроша. Девять метров. Брест разыгрывает. Андрей Васильевсюк на Баранчика. Ну не Брест, тоска, конечно. Мельков. Последние минуты идет первого тайма. Два плюса Бреста. Баранчик. Белявский. С опоры не дал Андрею вбросить Белявскому. Продолжается так, как Мельков. Хмельков. 7 метров. В очереди ворот оборонный. Это раз 7 дают судьи. Улыбается Хмельков. Реакция Шиловича. Обычных те же тренера. Успокаиваясь. Сергей Шилович более эмоциональный даже сегодня, чем Дмитрий Николин. Итак, Семерик. Рапчинский. Да, два из двух сегодня у Рапчинского. Поэтому логично и он. Снова отправляется на точку 7 метров. Рапчинский против Заболотина. За 9. Время идет. Да, последние секунды тайма. Итак, Рапчинский. Есть 33-х у него в этом первом тайме 7 метров. Итак, 12-11 с таким счетом. Первый тайм завершается. Баранчик. Белявский. Рапчинский. Хмельков. И перехват от Ярша. Шикарный он сыграл. Ошибка Хмелькова. И Ярош. Четвертый мяч Эдуарда. Лучший снайпер этого матча Ярош. 4-4 в реализации. Вот его хлеб. Вот такие перехваты. Убегание в отрыв. Баранчик. Батияшич устралился. Никанович. Свой шанс использует. Первый угол Евгения в этой игре. Классно. Над плечом. Да, Заболотин отправляет Никанович мяч в сетку. Ну что, позиционная атака игроков Бреста. Видим, Ладудька выходит в Вару вместо Никановича. Но Ладудька в обороне получше, конечно, нежели Никановича. Но в атаке на краю Ладудька не так быстро, как Никанович. Так у него Пигалев. Ошибка Бреста. В атаке Белявский и Камышек. Ух ты, какой пас. На Кривенко. А тот Заболотина не переигрывает. И взрыв эмоций разных. Причем на обеих скамейках. Разочарование на Армейской. И кайф от того сейва Заболотина на Брестке. Тут же Матияшевич снова на два мяча. Вводит Брест вперед. Второй гол Марку Матияшевичу в матч. У Клазовича, заметьте, да, то ли носки у него такие длинные, то ли гетры. Непонятно. Но для гетры, как говорится, это коротковато. Для носков это длинновато. Но вот такие вот специальные, да, вольфы. Давайте так, у Лазовича. Кривенко, Белявский. Кривенко второй атаку подряд с фланга уходит, с края. Мельков. Белявский сам. И в штангу попадает мяч. Улетает за боковую линию. Неудача для Белявского. Да. Неприятный момент. Вроде разыграли здорово. Шкуринский. Но попал в штангу Белявский. Матияшевич, Степанович. Шкуринский заднее Бреста. Матияшевич, Шкуринский. Матияшевич, Шкуринский. Мимо Варон бросает. Ну, не лучший матч Александра Шкуринского. Пока один мяч заброшен на него, и хватает неудачный бросков на игре. И, как вы знаете, Брест не может оторваться на расстояние. Такое более-менее комфортное. Оно не гарантирует победы, безусловно. Матчика этих соперников такого быть не может. Но оно какую-то такую уверенность придавит тебе, да? Где-то право на какую-то ошибку лишнюю. Пока два плюса Бреста. Баранчик. Белявский. Мельков бросает, забрасывает Мельков. Четвертый гол Дмитрия. Минус один снова армейца. Матияшевич. Ярош. Шкуринский. Степанович. Шумак. Шкуринский. Длинная атака Бреста. Матияшевич. Степанович. Пигалев берет. И эта атака неудачно завершается для Мешковцев. Кривенко ошибается. При передаче. Какая обидная потеря Степанович. Никанович раскачал. Первый гол своего формы. Он на вен. И справа за предыдущий бросок. Снова Кривенко ошибается в переходной фазе. Немков вместо Кривенко. Все. Иссяк. Так сказать. Иссякла выдержка Никуленкова по отношению к Кривенко. Надо подышать. И на скамейке он там объяснял долго Кривенко сейчас. Немков на левый край выходит из Ка вместо Кривенко. Два плюса Бреста. 4-3-4 команда сыграли в втором тайме. Кривенко. Два плюса Бреста. Кривенко. А тут что? А тут до Баранчика доходит, и Баранчик забрасывает. Вот этот пас Кмелькова немножко смутил, мне кажется. Забалотен. Первый гол Баранчика в этой игре. Снова плюс один у Бреста. Шкуринский. Ну что, это 2-7. Смотреть, судьи, будут. Будут смотреть. Медперсонал Бреста на паркет бежит. Но нет, Шкуринскому помощь не нужна. Давайте мы посмотрим. Надеюсь, сейчас увидим этот эпизод. Судьи пошли посмотреть. В лицо Кмельков. Тут, я думаю, точно. Попадает Кмельков, Шкуринскому. Тут удаление 100%. Две Кмелькова. Попал в лицо сопернику Кмелькова. Конечно. Второе удаление Кмелькова. И 7 метров ворота Аскан. Ну что, Куран пошел даун. Прошлый Семерик реализовал. Поэтому логично, что руку не меняет, как Шаров. Куран против Пигалева. Уверен, Валентин и этот раз выполняет третий гол Курана. Второй 7 метров. Плюс 2 у Бреста. И 6 удаление УСКА уже в этом матче. 0 удаление у Бреста. Ермаков пошел играть. Вместо Кмелькова Ермаков, Белявский, Баранчик в задней линии армейцев. И Каноныч, Немков, Камышка передняя. Ермаков, Баранчик. Куран пошел на дальнюю лавку. Ну, ему после травмы нужно потихоньку входить в игру, мне кажется. Поэтому так постепенно Шаров дает ему нагрузку. Белявский, Баранчик, Белявский, Ермаков. Ой-ой-ой, Лазович 2. Вот тут Лазович пока что я не бил. Судя снова смотреть, пошли кино. Давайте мы посмотрим. Ну, там такой момент, что не факт, что ударил Лазович на самом деле. Локоть-то вроде бы около лица проходил. Давай смотреть. Лазович уверен, что нет. Да не, не ударил. Да нет тут удаления, конечно. Лазович не брал. Две дают. Две дают. Я не знаю, я на повторе не видел ударов в лице. Ой, жестко Лазович сыграл вообще. По сути, да. Судя глянули и две выписали. Первый удаление у Брестской команды. Подравнивается состав немножко. Камышин. Беляский. Баранчик и Заболотин. На мяч улетает, к счастью, Беска за боковую линию. Поэтому армейцев останется владением. Ну, Заболотин с собой доволен, да. Второй Дель Патриан Баранчук не проиграл. Камышин, Ермаков, Камышин. Матияшевич перехватил. Он показывает, я же в полете мяч оставил. Я же его не трогал. Ну и... Ну да, он не трогал мяч. Ну ладно. Перекладина. Галявский в перекладину попал. Улыбнулся один из судей Матияшевича в ответ. Но хорошее настроение. Давно, что никаких стычек нет. Все нормально. Меняется Заболотин на шестого полевого. После ворота уже у Бреста. Куринский. Штраф Крикова завершается. Шумак. Уверенно. Плюс три у Бреста. Первый гол Вячеслава Шумака. Но есть еще время на атаку Башкирова. 30 секунд до истечения штрафа Лазовича. Беликов, Баранчо. Белявский. А там тайм-аут Никуленков запросил. А Никуленков положил Т2 на судейский столик. Здесь ты выпускаешь. Камыша сразу играешь. Камыш выпрыгивает здесь. Поднимаешь поиск. Здесь передача. У тебя быстрая передача, Игорь Шинат. Ты понял? Или давай, Мусак, Баранчик, убежи. Ты нормально? Давай, все. Поехали. Давай, блядь. Сразу начинаешь. Гот! Гот! Комбинацию Никуленков расписал в своей команде, конечно. Но посмотрим, как они используют этот тайм-аут. Насколько удачно, да, вот, притворят задуманное тренера на площадке. Восьмая минута второго тайма. Пока плюс три у Бреста. Пять-три, пока в этом тайме ведет Брест. Сильвесюк. Два линейных камышек. Баранчик. Разыграли. Классно. Сильвесюк забросил. Все получилось. Браво. Артем Сильвесюк. Второй гол. Ну, вот это грамотно использованный тайм-аут называется. Взял тайм-аут. Разложил. Предложил. Вышли. Исполнили. Все круто. Резва у Бреста. Степанович. Шкуринский. Степанович. Разложили. Баранов. Наконец-то у Макса зашло. Вы помните, походу, первый тайм-аут заменил тренеру. Баранова хватает проблем с реализацией. Видим, да, три из семи реализовал он бросков. Причем один семерик не использовал. Но сейчас Баранов и Галёва переигрывает. Баранчик Белявский. Бельков. Заболотин берет. И Лазович на подборе. Фалит Камышек. Мяч у Бреста. Матияшевич. Степанович. Шага. Плюс четыре. Ну, пошел отрыв, похоже. Похоже, Брест пошел в отрыв. Степанович забросил. И Ковалев в ворота. СКА отправляется вместо Пигалева. Первый ход Ковалева на игру. Если колос-то семеряки выходил, то вот сейчас Ковалев пошел в ворота. Уже вместо Пигалева. Три голкипера сегодня у Никуленкова в заявке. Баранчик. Бельков. Белявский. И снова Заболотин. И Матияшевич на подборе классно играет. Не сумел Никанович опередить Матияшевича. Кураж уже ловит Брест. Мы видим это. Откровенно говоря. Ну, вот десятая минута завершается. Но куражисто Брест уже играет. Так сказать, запах золота, да, вот он. Где-то уже начинает сквозь стены Брестского дворца Виктория просачиваться. Шкуринский. Степанович. Тяжелая атака для Бреста. Матияшевич. Шкуринский. Степанович. Шкуринский. И на игрока здесь, да, у Матияшевича. А вот здесь Камышек. Ух ты, как Немков там едва спас этот мяч. Однако партнер рядом был. Белявский. Мельков. Вяжет, вяжет. Мелькова. Ярош со Степановичем. И дают быстро атаку организовать. Недоволен, как шарм, что Шкуринский не поменялся на Лазовича. Очень недоволен был. Шкуринский даже не смотрел на тренера. Там Ярош подсказал, дескать, Александр, там тренер кричит. Посмотри. Ермаков. Баранчик. Ярош меняется на Лазовича. Баранчик, Мельков. Ермаков. Доводка до Немкова. Это 7 метров. Нет? Нет? Ну, Никуленков руки разводят в сторону. Я вот повтор жду от коллег. Давайте к паузе, повтор глянем. Потому что, ну, Немков не спорит. Вот сейчас смотрит. Ну, в сути, почитаю, что Немков сам за ногу Баранова зацепился, я так понимаю. Немков здесь немножко на эмоциях. Пошел в Баранова. Постоянно Дмитрий Никуленков высказывает свое негодование судейскому столику. Ну, по губам, я думаю, вы читать хорошо умеете. Матияшевич. Шумак. Шкуринский. Матияшевич. Шкуринский. Ладуцька плотно играет против Шкуринского. 9 метров. Степанович. Шкуринский. Матияшевич ходит на судейские руки. Степанович. Доводка до Яроша. И на игрока фиксирует судья. Атака Бреста неудачная. Степанович. Нарушим правилом. Баранчик. Нермаков. Вот это быстрая игра. Знаете, она, естественно, забил это ошибками. Чем быстрее ты мяч двигаешься, больше, вероятно, сошибится. Но и не думаешь, что на пользу СКА такая игра. Штырьевича не проигрывает. Баранчик. Нермаков. Баранчик. Гельков. Баранчик. Нермаков. Шумак. Девять метров. Ну вот так вот Дмитрий Никуленков здесь высказывает свою негодовую. Представляю. Мимо ворот бросок. Ну он считал, что нарушение Шумака тянуло две минуты, я так понимаю. Матияшевич. Степанович. В каком-то человек заинтересованный, да? Поэтому у него будет своё мнение всегда. Андреев в линию пошёл. Шумака заменил. Матияшевич. Никуленович из-за человека Куринского. На самом деле вот так без обиды Александр, но в этом матче он сам не свой. Но с другой стороны где-то опция в розыгрыше уходит. Баранов. Переигрывает и Ковалёва. Макс Баранов. Через Бигалёв. Теперь и Ковалёва. Четвёртый гол Макса. Плюс пять у Бреста за ну за полтайма до конца. Ну да, Ермаков отдавал вопрос. Но тут скамейка Бреста уже негодует. Дескать, там не было никакого нарушения. Но как шарф скамейку успокаивает. Глеб Гарбус там особенно вспылил. Его успокоил тренер. Если Ермаков пошёл играть Белявский. Бельков. Баранчик. Белявский. Ну там свисток. Там понятно фолл. Там две минуты дают. Вуклазович. Если для него это второе удаление. Ну он только выдаляется у Бреста. С другой стороны это игрок защиты. Профильная позиция обороны у него. Да. вот здесь толкает Белявского. Тот уже заваливаясь полчетвёртый бросает. Девять метров удаление у Бреста. Второй для Вуклазовича. Надо ну и Робчинский выход из Ка. Робчинский, Кмельков, Белявский задняя линия. Сильвисюк, Немков и Никанович. Такая шестёрка. Робчинский. Пока голов у Робчинского сыграли сегодня нет. Три гола все 3,7 метра. Белявский. Полез Белявский. Девять метров. Ну заболочен тот тащит даже такие братские. Достается там Будейка. Коленом похоже. Упрыгивал смотрите Белявский. Да нет, уже при приземлении Будейка под Белявского попадает. Этот персонал вышел, соответственно три атаки пропускает и Подшивалов пошёл обороняться вместо Будейка. Уран очень долго уже разминается, но ему слое время как шаром даёт, естественно. Ещё впереди финал 4-я Кубка Беларуси и главный финал 4-я в Сахалике, хотя я думаю Брест любой турнир обязан выигрывать. Белявский. Робчинский. Я помню, что Брест в меньшинстве играет. Хотя Титр тоже напоминает. Робчинский. Ой-ой-ой-ой-ой. Андреев. Всё-таки в голову Хмелькова попал рукой, хотя близок перехватывал. И снова здесь Дмитрий Никуленков у судейского столика и похоже он инспектор матч уже поднадая своими претензиями и подзывают судью инспектор матча. Давайте всё внимание на тренер скач теперь переключаем. Ну вот момент. Ну был фолл. Всё внимание на тренер скач переключаем и Дмитрий Никуленков получает жёлтую карточку. Я так понимаю, что Дмитрий хотел, чтобы здесь две дали Андрееву, а не просто зафиксировали фолл судей. Поэтому ты сильно возмущался. Белявский. Хмельков, Соболотин, Хмельков! Если бы сейчас Соболотин потащил полосейф в финальной серии. Пятый гол Дмитрий Хмелькова. Белявский. 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 Снова Шкуринского включает Никанович. Они в центре площадки располагаются. И Брест без голки переследно атакует. 43 секунды ещё почти полоска будет продолжаться. Ярыш, Куран появился. Шувалов, Куран доводит до Ярыша берёт Ковалёв этот бросок соперника. 4 плюс у Бреста атаку ска. 25 секунд ещё дало полусоставу Брещан. 7 метров зарабатывает Белявский. В руку соперника играл обороняясь площади Вару Белявского. Потому что Ропчинский четвёртая попытка. И поднимается скамейки Ивана Мацкевича Эдуард Кокшаров. Меняет он Заболокин на воротах на этот 7-метровый бросок. Заболокин на игрании штал второго матча в первом тайме. Мацкевич тут подменил, но во втором Заболокин вышел и в других случаях подкащил команду. Итак, Ропчинский Мацкевич первого дуэля в этом матче с 3 метров именно с такими игроками. И и Ропчинский 4-4 положил 7 метров. Безупречно исполняет 7 рекей Кирилл в этом матче. А вот с игры один бросок за пару, поэтому реализация 4-5 в этом матче. Заболокин возвращается с оборотов. Есть два тема еще у Шара вот уже в руке Т2 табличка. Может быть в скором времени положите на стол. Баранов полный состав у Бреста кстати. Шкуринский исключен из атаки. Андреев забрасывает Андреев. Первый гол Павлова в этой игре. У Бреста сейчас будет отрыв держать. 4 мяча, 4-5 мячей Диабреста нормальный. Хмельков право. Шестой гол Дмитрия. Над управой находится Хмелькова Брестчанова. Плюс три. Пошевала. Баранов подшевала. Ура. На игрока? Нет. На игрока, да. Подловили соперники Курана. Три плюс у Бреста было 5. Сейчас три плюс скорее шанс на минус два выйти. Белявский, Хмельков. На Немкова не прошла передача, но там много еще полармейцев. На игроку Бреста мяч остались. Немножко волнуется, как Шаров остался совсем чуть-чуть до победы в чемпионате, так что надо такой уверенный шаг делать, не дергаться здесь в концовке. Хотя тут еще не концовка, тут еще 10 с половиной минут, даже больше. Это на игрока Трапчинского такой же момент также подловили молодого армейца соперники. 12 минут чуть меньше играть втором тайм. Трапчинского втором тайм. уралов в игре в игре. Бельков, Белявский здорово в линию и 7 метров. Сельвистюка буквально не по праву. Пятая попытка Рапчинского реализовать 7 метров. Сейчас уже не поднимает Мацкевича как шаров, остается Заболосин ворот. Пас хороший от Белявского отметил. Итак, Рапчинский против Заболосина уверенно исполняет 5 из 5 у Рапчинского 7 метров. Снова Шкуринского дали потрогать мяч и вот Никонович рядом с Александром. Баранов, Степанович, Андреев, Куран и Ярош такая пятерка врез. Тут понятно, Шкуринский в изоляции. Сга, Белявский, Немков, Кмельков, Сельвистюк, и Ладудька. Никонович изолирует Шкуринского. Куран мимо ворот, но это 7 метров. И сам же Куран будет исполнять. Куран Ковалев. А нет, смотрите, меняет руку Баранов. Баранов возвращается. Но Куран заработал, наверное, по гонбольным моментам это не совсем правильно самому исполнять. Баранов против Ковалева. Баранов есть гол от Макса. два из трех реализоват Семеряков, пятый у Макса Баранов в игре. И плюс 4 снова в перевес Мишка Брест. 10 минут до конца второго тайма. Напомню, что в случае ничейного результата два овертайна по 5 минут назначаются. если там ничья, то 7-метровые броски. Это плей-офф, это матч, где должна одна команда точно выиграть. Миньков, Миконович, Белявский, перехват от Ярыша, снова Ярыш, и Ярыш. Пятый гол Эдуарда в игре. Плюс пять. Тайм-аут, Никуленко в последний матч. Мы даем ему сейчас бросать. Камыш, ты идешь на край. Почему? Объясню. Чтобы ты стоял в центре защиты. Вы вдвоем защищаетесь Камышом, там, Игорь, а здесь Малтузка. Персонально заберлили. Персонально ты в линию. Нет, персонально забираешь ты и Нимков, а ты бежишь в линию. Да. Понятно? Давай, давай, давай. Гот! Блин! Давай, пацаны, давай. Вообще, понять, конечно, комбинацию Никуленко сложно, тем более, мы не видели, кому конкретно он там говорил, но посмотрим, что сейчас предложил рулевой скамин в своей команде. 23-4 на секундомере, 24-19 на табло счет пользу Бреста, плюс 5 они ведут. Близки, близки Брещаник, сухой снова победе в этой финальной серии. Как и год назад, там, конечно, драматичное развитие событий, драматичная развязка в Минском матче третьем была, когда в дополнительное время Игорь Попруга рулевой СКА тогда еще заменил голкипера и в пустые ворота забросил Брест. Это, конечно, эпичный момент, такого редкого видишь. И заметьте, да, СКА играет... Да нет, СКА играет шестером. Ковалев просто там с Пикалевым меняется, да, ворота-то с вратарем у СКА. Никанович, думал, возможно, поменяет вратарем. Никанович здорово с позиции полусредней выпрыгнул, забросил. Второй гол Евгений в этом матче. Куран берет Пикалев этот бросок без нарушения правил. Защищались армейцы. Бельков. Белярский. Никанович в позиции полусреднего играет. В линию Камышик! Как оставили Паракшаром не кажется, но забирать. Первый гол Камышика. В центре обороны проходной обор был сейчас у Бреста. Двоих изолирует. Ничего себе, Немков Курана, а Никанович Шкуринского. Тайм-аут как Шарова. С этим нужно как-то бороться, поэтому берет Брестский рулевой тайм-аут. Играем. Только в защите убеждал. Играем сейчас спокойно. Спокойно играем. Вы отойдите. Сайты, начинаем от него играть. Грая, выйдите, помогите. Помогите. Ты пойми, Сейчас не надо расширять Сейчас нужно на скресло Сан, ты пошел В Эдика сторону, а ты на скорость кидай Я начинаю от Эдика Я начинаю от Эдика С левой стороны Возьмите сильную руку, если что, ты не стой в углу Все вышли Давай Себя назад возвращай Вперед Там он закончился, но понятно Он был связан с тем, что Двоих прихватывают персонально Немков и Никонович Курана и Шкуринского Но Куран, понятно, пошел сейчас мяч разыгрывать Поэтому еще там Шкуринского прихватывает Немков Был бы мяч у Бреста От своих ворот разыгран, да Я думаю, что двоих прихватывали бы сразу Но пока Куран в действии Где ли? Баранов Активно Барановская Под шевалом Надо что-то думать Куран и берет Пигалев А это Бросок линий в голову Вопрос Вот поэтому-то сейчас Никонов закипает Пошел Пигалев что-то высказать Курану Но на самом деле Если думать, что бросок в голову Это до конца матча удаление должно быть Но вроде бы судьи так не считают Что-то умышленно Бросок урана был в голову Пигалева В лицо Там еще тем более нарушение против Курана Да не, ну там даже Как по мне не смотрел на Вратаря Куран 7 метров Баранов будет исполнять Нарушение против Курана Пигалев обидно В лицо мяч залепили, да Еще и Семерик ворота назначили Еще отбивать надо Вперед Пигалев Берет Пигалев Баранов второй Семерик в этом матче не реализует Когда такое было Вопрос Три плюс у Бреста Атака СК Никонович Бельков Вяжет, вяжет Ярушево Такие взгляды, знаете Готовы убить этим взглядом друг друга соперника Бельков Белябский Никонович Ну, то, что Шумака бежать он может, это понятно Другой вопрос, что Шумак-то не факт, что даст бросить Хотя ты его бежишь Никонович Здорово Никонович двигается Но блокирует соперника Это бросок И Поднимает Судя руку вверх Курска готовит атаку Белябский Перекладина И 7 метров Защита площади ворот фиксируется от подшивалого Мацкевич снова пошел в ворота Недовольство Кокшарова коллеги показали Вот видим, да Подшивалов мешал Находясь в площади ворот Так Равчинский-Мацкевич Пока у Равчинского 5 из 5 реализованных семеряков сегодня 4 ворота Заболочено 1 ворота Мацкевича Он реализовал Вторая дуаль этих игроков 6 из 6 у Равчинского 7 метров Сумасшедший показатель Итак, 2 плюс у Бреста И концовка все-таки будет огненная Да, было плюс 5 Стало плюс 2 И вот, смотрите, двойная изоляция Видите, Немков и Никонович Здесь же Шкуринского и Курана 4 на 4 атака Подбор за Никоновичем Опережает он Подшивалова Брест пока в ступоре Вот в этом плане Что делает такой оборонный соперник Мельков Ладудька Там за бросок не зайдешь Никонович Обходит Шумака Пробежку фиксирует Судина был фол 9 метров Мельков Никонович Хороший Никонович угловой Ну, за счет своего Антропометрии Никонович классно двигается И тяжело вот это остановить Он как Заведенный Между соперников Прошмыгивает Никонович Белявский Никонович Мельков Минус 1 у СКА После седьмого гола Дмитрия Хмелькова И снова изоляция двойная будет Армейцев Снова двойная изоляция Снова двойная Что-то там Кокшаров кричит Не слышат его подопечные Шкуринского и Курана Отсекают соперники Подшивалов И здорово разбирается Третий гол Подшивалова Но где-то не так сыграл Как хотел Как Шаров Он тут недоволен был Хотя Подшивалов и забросил Я так понимаю Такую реакцию Рулева-Бреста Гелявского Держит 9 метров Сейчас пойдет последние Пяти минут Второго тайма 24-23 А мяч-то не засчитали Вот в чем дело Поэтому ты недовольны Что Подшивалов так сыграл Поэтому недовольны Что Подшивалов Поторопился Никонович Мельков Матияшевич готовится Выйти на паркет Белявский На Даголсках Никонович Шумак Жестко Но это лишь 9 метров Снова концовка Таймаутов Нету Никуленко Вот таймаут Есть у Кокшарова еще Ну неужели СКА не затащит Эту игру Неужели не затащит Эту концовку Я бы так сказал Потому что По игре СКА на уровне соперника И в одном матче Финала нет Подавляющего Переса Бреста Но вот концовки Затаскивает Брест Я уже приводил статистику Из 11 победных матчей Бреста против СКА 7 Завершались Страйцев 1-2 гола Белявский Ничья Важный гол Игоря Третий в матче 24-24 Матияшевич Куран Шкуринский И вот по этой двойной Изоляцию Матияшевич Вместо подшивалого Пускает Ролевой Бреста Баранов Матияшевич Залетает мяч Залетает мяч в ворота Но снова Не засчитывается этот мяч Фиксируется На игроках Мельков подставляется СКА идет На плюс 1 27-ая минута Второго тайма 24-24 Время остановлено Паркет нужно протереть Белявский пошел водички попить Белявский Камышек Кмельков Никонович Немков Ладуцко Шестерка СКА Брест Формация Обороны не меняет 6-0 Куран Ярош Шумак Лазович Баранов И Степанович Обороны Они прищенне Будут справиться С двойной изоляцией Армейцы Кмельков Кмельков После свистка Бросок Нарушение правил 9 метров Белявский 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 Никонович Вот это тоже момент Когда Никонович Тут И Оставляет Белявский Мельчевый Гренов Ваут Улетает На ближний К нам В половине Улетает Ваут Ошиблись Тоже момент С Никоновичем Интересный Важный Что здесь Судьи фиксируют Что В чем здесь Вопросы Пошли обсуждать Инспекторы Юрий Тереченко И Игорь Кютчиц Ситуацию Тут и Брещан Недоумевают И Дмитрий Николенко Недоумевает Сейчас будет Полученное Разъяснение Я так понимаю Неужели неправильно Замена У Бреста Фиксируется Неправильно Замена У Бреста Две минуты Все мы видели Матияшевич Две зарабатывает Вот это да 26.52 на секундомере Две минуты Две минуты удалены Матияшевичу Знаете Момент там в чем Давайте смотреть Вот потери мяча Белявский запускает Матияшевич подал мяч Я не знаю Ну не знаю Я не буду это комментировать Тут судим виднее В общем В общем удаление У Брестской команды Пустые ворот у них Матияшевич поймал мяч Который за линию летел Степанович бросает Забрасывает Степанович Важный гол Невена Плюс один у Бреста СКА в атаку бежит Кимков Белявский И Что судьи Судьи Сейчас уже на скамейке СКА не понимали Забирают мяч У СКА Дмитрий Никуленков Все что думает Сказал С тренера СКА Коллеги прошу взять Наверное Сейчас будет ему Вторая желтая Ну я так понимаю Что инспектор поднялся Пошел к Никуленкову Ну сейчас может Дмитрий Никуленков На вторую желтую На красную наговорить Вроде пока без санкций Ярош Изоляция Шкуринского Обидно скамяч потерял Куран 28-я минута Ну игра просто Изобилует моментами Которые потом Нужно разъяснять Мне кажется Столько моментов Которые многие не понимают Мне кажется Степанович Второй гол Невина Подряд И четвертый матч И плюс два У Бреста Две минуты играть В втором тайме Неужели СКА снова Концовку не затачит Они же играют В большинстве Кмельков Ладудька Безобрасывает Ладудька Первый гол Ладудька в матч Важнейший гол СКА-то в большинстве Играют А отрезок Когда удалился Матияшевич 1-2 СКА проигрывает Степанович Куран Степанович Куран Степанович Третий подряд Мимо Третий не залетает У Степановича 15 секунд До полного состава Бреста Мельков Белявский Не дают пройти 9 метров Но время вы увидите Сколько осталось играть Неканович Сам Не забрасывает Берет Заболотин Подбор за СКА Все Полный состав Бреста Куран На площадке появляется Камышев Мельков Минус один Мяч отставания СКА Неканович Белявский 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 Заполотин Вперед Заполотин Этот бросок Это похоже Сейф матча 40 секунд Чуть меньше Играет Тайм-аут Николенкова Нет Тайм-аут Есть у Кокшарова Сейчас Владимир Мячом Брещане Я думаю Возьмет Тайм-аут Рулевой Бреста Чтобы Разыграть Комбинацию Золотую Комбинацию Возможно Вперед Тайм-аут Кокшаров За 24 секунды До конца Второго Тайма Тайм-эут Думай, давай, просто иди, забей, все. Давай, давай! Думай, давай, давай! Это уже ничего не значит. Это перекладано от ним полом. 3-0 Брест выигрывает эту финальную серию. Вот и ударили Матьяшевичу, благодаря тем, что подороги в зоне замены соперника. Поздравляем Брест с этим достижением. СКА, честно говоря, жаль. Но на самом деле, когда вот такие матчи все упорные...